Приветствую вас! Ну, условно говоря, речь здесь идёт именно о принятии себя такой, какая вы есть. То есть вот этого у вас нет. Вы себя такой, какая вы есть, не принимаете. К сожалению. И это мотивирует вас на то, чтобы... Это мотивирует вас на то, чтобы защищаться, не делать чего-то из принципа, значит, также это влияет на вашу самооценку. То есть вы считаете, что должны быть другое, вы считаете, что должны быть лучше, вы сравниваете себя. Вот. То, что вы сравниваете себя с другими, вот вы говорите, у всех хорошо, у меня плохо, это свидетельствует об эмоциональной отдалённости от родителей, это так. Но, рассматривать вашу проблему в контексте взаимоотношений с родителями, мне кажется, было бы не совсем корректно, потому что всё-таки это ваша ответственность, это ваша жизнь. И вы делаете выбор так идти по жизни, а не родители за вас делают выбор. Поэтому, мне кажется, что здесь у вас есть такое вот подспудное желание спрятать за детство, вот, за маму и, соответственно, ну, скинуть себе ответственность. Детско-родительские отношения, безусловно, влияют, но их влияние, мне кажется, зачастую сильно преувеличено. Что касается того, что вы пытались доказать маме, то это опять же связано с тем, что мама вас такой, какая вы есть, не принимала. И отсюда желание что-либо ей доказать. И вы укоренились во мнении, что с вами что-то не так. И теперь вы эту позицию продвигаете и во взрослые, я так понимаю, жизни. Избавляться от этого не нужно. Здесь необходимо раскрыть, что стоит в основе атаку вашего поведения. Чего вы боитесь, от чего вы защищаетесь, Екатерина. И, как бы, расслабить этот узел, который у вас сейчас имеет место быть. Вот и все. Вот так это примерно работает. Избавляться ни от чего не нужно. Потому что то, что с вами происходит, это, в принципе, хорошо. Если бы этого с вами не происходило, если бы вы не чувствовали напряжения, если бы вы не ощущали, ну, какой-то вот противоречивости и проблематичности, то вы бы никогда не обратились бы к нам. Что касается, у всех хорошо, у меня плохо, это оценочное суждение. То есть, что значит хорошо, а что значит плохо? Все плохо, хорошо, плохо. Это очень детское мышление. Это очень детская такая вот, детская схема восприятия мира. Нет такого слова, как хорошо и плохо. И то, что полезно, неполезно, и вовремя, не вовремя. В принципе, все. Вот. И... А... 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 Мы переходим на путь другой, на других людей. Кроме того, очень важно спросить, а откуда вы знаете, что у всех все хорошо? С чего вы это решили? Ориентируетесь ли вы на то, что люди вам демонстрируют только? Но почему вы считаете, что то, что они демонстрируют и есть на самом деле? Что касается самооценки, то, в общем-то, самооценка корректируется. Путем личностного роста и, как следствие, отказом от оценок. Вот. Ну и да, с мамой ваши отношения, возможно, нуждаются в корректировке. Потому что ваша мама, возможно, интерьетировала некие представления, которые сейчас вам мешают. Единого способа решить ваши проблемы нет, универсального решения нет. Это вопрос психотерапии, это вопрос не единоразовой психотерапии. Потому что принципиальность, это не гибкое смышление, не гибкое смышление, это защита своих убеждений, каких-то установок. А защита убеждений и установок, это страх потерять себя. То есть вы прячете за своей принципиальностью. За принципиальностью вы прячете свою неуверенность в себе, а неуверенность в себе это сомнение. Сомнение это отказ слушать свои чувства, отказ слушать то, что я хочу. Вот с этим и нужно работать. Что из этого получится, что вы в себе найдете, я думаю, пока это только время и психотерапия. Поэтому единого решения нет, вы можете выбрать себе специалиста и начать с ним работать. Того специалиста, который вам по душе будет. Я очень сожалею, что задавая платный вопрос, вы и написали так мало. А я бы рекомендовал вам книгу Федерико Перлза «Практикум по гистальтерапии». И рекомендовал бы вам книгу христианского психолога Талсинда «Барьеры». Потому что мне кажется, что это то, с чем у вас есть сейчас, ну такие вот на скидку проблемы. Это вопрос, я надеюсь, связан со своими чувствами и вопрос, связанный с личными границами. Из-за чего вы, собственно, и боитесь, значит, ну из-за чего вы сравниваете себя с другими людьми, из-за чего у вас занятие самооценка и из-за чего вы, собственно, идете на принципиальность. Вот это принципиальность, это желание защитить себя. Что это касается желания показать что-то маме, то это вопрос психоаналитической работы. То есть это просто психотерапия некоторые. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...